В последнем Евангелии говорится о том, что и в последнюю минуту можно покаяться и получить то, что все всю жизнь каялись и служили Господу Богу. Всех Господь милует. Кто сделает, чтобы вы навсегда остались такими, какими теперь стоят чистотой души и сердца со святостью мыслей и желаний, со смирением и преданностью после покаяния? И кто не может дать нам это, кроме Господа, от Которого исходит всякое даяние, благо и всяк дар совершен свыше? Господь, Он послал благодать положить нам начало покаянию. Но за Господом и благодатной помощью Его не станет дело, если вы не потрудитесь сами. Все сомнения, вся опасность от нас самих. Сохраним ли мы семена веры и любви Господу? Не допустим ли потоптать их низкими страстями плоти? И сегодня, по выходе из храма, если вы начнете продолжать прежний образ жизни и предадитесь греховным привычкам, в которые мы ходили, или пойдете теми же путями, в которые мы ходили? Но, конечно, вы не поступите так. Потому что вы не хотите быть врагами самим себе. Нет, мы не хотим быть врагом самому себе. А потому, возвратясь в свой дом, подумайте, как нам начать вести себя от этого дня. Что нужно совершенно оставить из прежнего образа жизни, чтобы снова принять и что, что вновь принять и что изменить. И все продумав и обдумав будущее поведение свое, мы тотчас, не отлагая до другого времени, начнем вести себя так, как решились, живя новой жизнью. Настоящий великий и святый пост есть самое лучшее время для такого изменения себя навсегда. Этому немедленно займитесь. делом вашего, или, нужно сказать, нашего спасения и при помощи Божьей совершить его, как нужно. Оставим все прочие дела. Что пользы, если мы приобретем весь мир, а погубим душу свою. Лучше потерять все, даже нежели умереть во грехах. А кто знает, далеко ли каждый из нас от своего часа последнего. О, как радостно будет с чистой душой и сердцем вступить в великую седмицу страданий Христовых. С какой радостью встретить тогда мы можем светлый праздник воскресения Господни. Вы будете тогда праздновать не восстание только Господа из гроба, как было прежде, а и свое собственное воскресение от смерти греховной, которое до сих пор не давало нам вкусить ни одной истинной или истинной радости. Аминь. Аминь.